Предупреждение. Это видео содержит спойлеры Данганронпы V3. Вас предупреждали. Привет, интернет! С вами Эно. А не пропустили ли вы часом хэллоуинский спешл? Я там рассказывала про один из шедевров Сатоши Кона, а именно про агента паранойи, так что очень рекомендую к просмотру. На создание ролика ушло примерно плюс-минус 15 часов. Есть чем вдохновиться, есть о чем поспорить, есть о чем подумать. Так что, если ты еще не смотрел или не смотрела, обязательно загляни после этого ролика. Ну а сегодня мы поговорим о 53 отсылках в Данганронпе V3. Пускай количество большое, это далеко не все отсылки в этой игре. V3 просто кишит отсылками. Так что, можете в комментариях дополнять меня и отмечать свои любимые отсылки. Также в описании, помимо основного источника WeVNews, будет отсылка на статью TVTropes, с которой это все вообще писалось. Там список отсылок побольше. В основном, сегодняшний ролик без спойлеров. Но в некоторых местах важен контекст. И я вас предупрежу. В описании также будут тайм-коды спойлерных отсылок. И не забываем про лайк и подписку. Это помогает в продвижении. Погнали! Когда персонажам раздают их костюмы абсолютных, Каэта переодевается с помощью довольно броского превращения девочки-волшебницы, что довольно сильно напоминает трансформации в Сейлор Мун, когда героини превращаются в воительниц. Следующая спойлерит приключения Джоджо. Можете пропустить до вот этого тайм-кода, если не хотите спойлеров. Дам вам пару секунд. В ожидании медвежат Цумуги говорит. В этой ситуации думать бесполезно, так что Цумуги перестала думать. Это отсылка на злодея Джоджи по имени Карс, которого отправили в вечность бороздить космос. Он мечтал умереть, но не смог, так что он перестал думать. Эта фраза стала мемом. И, скорее всего, именно поэтому в Ронпе решили сделать на нее отсылку. В прологе Монакума представляется как бог нового мира. Отсылка на знаменитую фразу Лайта Ягами из популярного аниме и манги «Тетрадь смерти». После этого он ссорится с медвежатами, кричит, что не злится, а сам встает в стойку камеха-меха. Медвежата называют его Супер Монакума, бог Супер Монакума. И вот это отсылка на фильм Dragon Ball Z Resurrection F, в котором появляется новый бог Супер Сейн Супер Сейн, которого также называют Голубым Супер Сейном. В фильме эту форму достигли с помощью поглощения сил бога, их активации и дальнейшей трансформации в Супер Сейна. Однако в шутливом лоре Ронпе В3 это состояние достигается, когда шесть Монакум с чистым сердцем собираются вместе, что является отсылкой на Kingdom Hearts. Поскольку в первой игре говорилось, что тот, кто соберет всех семь принцесс с чистыми сердцами, сможет открыть дверь во тьму и заполучить силу, дабы править мирами. Вскоре после этого игра отсылается на Киннику Мэна, классические манго и аниме, которые начались как пародия на супергероев в духе Ультрамена, но сменили свое направление после того, как изначальная арка стала полусерьезной. Ну, как в Анпанчман. Монакума вкидывает отсылку, одевшись как Брокен Джуниор, персонаж истории, чей отец, судя по всему, был нациком, отсюда и шапка такая. Затем Монофани говорит, что он получает все свои факты от самых доверенных лиц из фейковых новостей. Это отсылка на Дональда Трампа, одного из президентов США, которого многие помнят по этой фразе. Интересно, совпадение это или нет. Дело в том, что Монакуму у нас тут нацист, а Трампа с ними часто сравнивали. Двигаемся дальше. Перед отчаянной дорогой смерти, если поговорить с Химика, Каэта предложит ей использовать Люмос, чтобы осветить туннель. Очевидная отсылка на Гарри Поттера, в котором заклинание Люмос зажигало кончик палочки волшебника, освещая путь. Конечно же, Химика в игре на такое не способна, нфу, потому что. Когда Монакума возрождается после цитата смерти, он очень похож на Джибаняна из популярной франшизы Йокай Watch. Йокайи — это потусторонние духи, монстры, демоны и прочее из японского фольклора. Джибанян, на которого похож Монакума, — это кошачий Йокай, который после того, как его сбила машина, овладевает перекрестком и старается мстить проезжающим машинам. А еще он милашка. Представляя Монакума файлы, Монакума снова отсылается на тетрадь смерти, описывая файл как тетрадь, которая убивает любого, чье имя там написано. Цумуги почти называет оригинал, но ее перебивают, чтобы не мучиться с авторскими правами. Сегодня будет много Цумуги. Она вкидывает аж две отсылки сразу, объясняя Каэде свою... коспоспу. У нее аллергия на косплей реальных людей. Сначала она говорит, что не косплеит шестерку космического императора с колючими волосами. Скорее всего, это отсылка на Додорию, одного из генералов Фризы и правая рука в саге Фризы, поскольку она такого же ярко-розового цвета, что и он в этой сцене. Она также отсылается на стального алхимика, говоря, что коспоспа — это равноценный обмен на ее косплей. А равноценный обмен — это первый закон алхимии в стальном алхимике. Сейчас будут спойлеры Сиренити из сиквела сериала «Светлячок». Спойлер внушительный, так что если не хочешь его словить, перематывай вот на этот тайм-код. Дам пару секунд промотать. Во время суда Монофани говорит, что он был словно лист на ветру. Отсылка на знаменитую сцену из фильма, когда после того, как команда корабля выживает после крушения, капитан корабля говорит «Я лист на ветру», а затем его пронзают насквозь и он умирает. После цитаты Монофани медвежата продолжают обсуждать фильм, упоминая, что «Он пролетел сквозь вражеский флот, так круто, и все ради того, чтобы сдохнуть, как малявка». Во время туториала на первом классном суде есть отсылка на «Panic at the Disco» со словами «В суде Паника». Написано это точно так же, как группа пишет свое название. Во время суда Монокит говорит, что умирает без листика, поскольку ему нужен хвост енота, чтобы погнаться за драконом. Это отсылка на суперлист, который превращает Марио в енота. Впервые появился в Super Mario Bros. 3. Марио виляет хвостиком, чтобы побеждать врагов, а если он заполняет при беге шкалу Пи, то может летать. Есть более продвинутая форма – костюм Тануки. Многие видели его в Марио Карте. В Super Mario Bros. 3 он дает Марио те же способности, что и хвостик с ушками, плюс Марио может превращаться в каменную статую и на некоторое время становиться неуязвимым. Большинство кадров театра Монокумы – это отсылки на западные фильмы, и первый – это техасская резня бензопилой, где Монокума носит кожаную маску, как у Каннибала с деформацией лица в фильме. Каннибал носит маски из человеческой кожи, чтобы спрятать свое несовершенство. Еще стоит отметить крестного отца. Монокума одет, как крестный отец, и сидит в культовой позе, даже с котом, как и в фильме. И взглянем на отсылку на челюсти. Огромный Монокума отслеживает ничего не подозревающую жертву на надувном кругу. Прямая отсылка на обложку фильма. Следующая – это Матрица с Монодамом, которая повторяет знаменитую сцену, когда Нео уворачивается от пуль. Кстати, снять эту сцену было довольно-таки сложно. На съемках установили 120 камер, чтобы сделать покадровые фотографии. Еще одна отсылка – постер фильма 1982 года «Инопланетянин», о мальчике, который дружит с инопланетянином. И последняя из театра – Терминатор с Монодамом, который косплеит персонажа Арнольда Шварценеггера с постера фильма 1984 года. Моноски говорит, что Монодам атаковал медвежат в их секретное слабое место. И Монофани говорит, что это задняя часть их шеи, прямо как у Титанов из «Атаки титанов». Отсылка. До встречи с насекомыми Гонта приводит Химика и Анджи. Тенка волнуется за безопасность Химика и предлагает залечить ее раны своей слюной. Это отсылка к главному герою Стивен Юниверс, который лечит своей слюной. Во время встречи с насекомыми, Кокичи собирает все планшеты медвежат и говорит, «Соберем их все!» Очевидная отсылка на знаменитую фразу из «Покемонов». «Всех их соберем! Покемон!» Когда видеомотив Ремы показывают на втором суде, Монакума отсылается на Мэй из «Овервотча», говоря «Извини, извини, извини». Тем же тоном, что и она. «Сори! Сори! 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 I'm sorry! Сори!» Весь Рема, как персонаж, это ходячая отсылка на Рему Эчи-Зена из «Принца тенниса», поскольку они довольно похожи. Одинаковые имена, одинаковые таланты, так еще и некоторые фразы совпадают. Рема говорит что-то вроде «путь предстоит еще долгий» в В3. Ну и Рема Эчи-Зен произносит фразу с буквально таким же значением. На экране сравнение английских и японских версий. Примерно так же персонаж Кайто – это отсылка на персонажа Камину из аниме «Горен Лаган». Имена звучат схоже, а роли в своих историях они играют тоже довольно близкие. Они подбадривают главного персонажа и помогают ему стать увереннее. Также в английской локализации есть прямая отсылка на «Горен Лаган» в галерее. Сцена, когда Кайто ударяет Цейхару, называется «Верь в меня, того, кто ударил тебя». Что очень похоже на знаменитую фразу Камины «Верь в мою веру в тебя». Довольно забавно, но у обоих персонажей один и тот же актер озвучания на английском. Одна из самых известных отсылок в В3, когда Монакума заявляет, что премьер-министр Японии нанял Куруми, чтобы сделать страну снова великой. Еще одна отсылка на Трампа и его компанию «Сделаем Америку великой снова». Когда Цумуги волнуется о грядущих опасностях четвертого этажа, Гонта предлагает свою защиту. В ответ она говорит, что ему стоит надеть смокинг, такседа и маску, что напоминает такседа-маска из «Сейлор Мун». Довольно важный персонаж, а также любовный интерес к главной героине. Скорее всего, она сравнивает его с Гонтой, потому что он, ну, такой же полезный. Перед тем, как увидеть мотив, Кокичи дразнит Гонту и спрашивает, нет ли по ту сторону стены колоссального насекомого. Конечно же, это отсылка на Атаку Титанов и Колоссального Титана. Одного из девяти Титанов, главного антагониста первых трех сезонов Атаки Титанов. Он знаменит своими внушительными размерами, а именно 60 метров, которых достаточно, чтобы заглядывать за городскую стену. Его тело придает ему огромную физическую силу, но также сильно замедляет движение. Мотив третьей главы – Некрономикон. Изначально его придумал Лавкрафт. Это вымышленная книга, обернутая человеческой плотью и написанная кровью. В книге изложены заклинания по призыву мертвецов и древних созданий. Некрономикон сводит с ума и даже убивает своих читателей. Краткую псевдоисторию Некрономикона опубликовали в 1938 году, после смерти Лавкрафта. Согласно источнику, книга изначально называлась «Алазив». Это арабское слово, которое Лавкрафт определил как звук, издаваемый ночными насекомыми, которые в фольклоре часто именуются «беседой демонов». Хоть автор и заявил, что книга вымышленная, все еще много людей, которые верят в ее реальность. Во время суда Мию отсылается на Южный парк, говоря Сейхаре, что он должен дать ей накраситься, потому что она хочет хотя бы быть красивой перед тем, как тот решит ее факнуть. Это отсылка на серию Южного парка «Человеческая многоножка». Картман постоянно говорит это матери, потому что она не хотела покупать ему айпад. Я хочу быть красивым в следующий раз, когда ты решишь меня факнуть. Пока Монакума лижет медвежат, Монофани говорит кое-что довольно напрягающе. Папочка, твой язык, ощущается потрясающе. Смотри, не пробуди вам ничего. В этой сцене она на самом деле отсылается на декана из ситкома «Комьюнити». Он говорит то же самое, наблюдая кое-что интересное на своем компьютере. Смотри, не пробуди вам ничего. Когда его бьют по голове в четвертой главе, Монатара говорит «Где я? Где Каору?» Скорее всего, это отсылка на клуб свиданий школы Аран, а именно на близнецов. Кажется каким-то рандомом, но возможно это отсылка на 21 серию, когда близнецов разделяют на Хэллоуин и Хикару спрашивают, где Каору. В четвертой главе Миу просит ребят ее послушать, а затем Кокичи ее дразнит, говоря тое, что ей нужно склониться перед ними. Эта сцена выполнена в стиле манги и по фреймам можно заметить явную отсылку на Слэм Данг. Сцена воссоздана почти точь-в-точь. Почему они так сделали? Загадка. Отмечено, что шлемы для виртуального мира сильно напоминают VR-шлемы PlayStation. К слову о виртуальном мире. Кажется, это отсылка на Матрицу, поскольку персонажи надевают на голову провод, а именно на шлем, чтобы войти, и используют телефон, чтобы выйти. Во время четвертого суда Монокума нует о том, как ненавидит ежика Соника. Довольно забавно, что официальный аккаунт Соника в Твиттере ответил на это роликом, в котором Эггман соглашается с Монокумой и говорит, что тоже ненавидит Соника. В одном из театров пятой главы есть отсылка на Титаник. Двое Монокумы наслаждаются компанией друг друга, прямо как главные герои фильма. В знаменитой сцене Джек держит розу на носу корабля, и она говорит, что будто летает. Также в Театре Монокумы есть странная отсылка на Person 5. Игрока информируют, что голоса обрабатываются и передаются по телефону, а также, что все вкусы мороженого, снежный шар – это один и тот же вкус с разными запахами и цветами. Это вопросы из школьной викторины в Person 5. Рука Киба с пушкой, которую он использует, чтобы уничтожить школу в шестой главе, может быть отсылкой на Бластер Мегамена, поскольку они выглядят схожи. Организация Кокичи Дайс может быть отсылкой на анимационный сериал Дайс, главные герои которого – организация, которой управляют дети, а конкретнее – сироты. В аниме есть злодейская организация Би Дайс, которая пытается дискредитировать Дайс, притворяясь членами Дайса, и в их одежде присутствуют клоунские и покерные элементы, как и у организации Кокичи. Во время второго фритайма Кокичи он часто отсылается на Югио, а именно на версию 4Kids. Эта компания породила кучу мемов своими локализациями, которые старались американизировать все подряд. Кокичи вкидывает их в локализацию Югио. Во-первых, время дуэли из их версии. Затем он говорит, что если Саихара проиграет, он отправится в теневую реальность, которую создали 4Kids, чтобы зацензурить настоящую смерть в Югио. Он также отсылается на сердце карт известная фраза озвучки главного персонажа, Deus Ex Machina, которая выручала его в сложных ситуациях. Жуткая глава Монокумы, которую находят Саихара с остальными в тайной комнате в библиотеке, называется Mother Kuma, отсылка на Mother Brain, главного злодея Метроида. Выглядят они довольно схоже, и у обоих есть Mother в названии. Перед классным судом Цумуги говорит, когда кто-то просит и говорит, ну пожалуйста, так сильно, я всегда хочу ответить, я отказываюсь. Это отсылка на Жожу, когда Юя через Хайвейстар говорит, что если герой будет следовать инструкциям, его отпустят. На что Рохан отвечает, но я отказываюсь, говоря, что одно из его любимых занятий говорить нет кому-то, кто считает себя достаточно сильным. Эта фраза также замемилась. Перед шестым судом Кипа рассматривает джучок с помощью функции приближения, прямо как армия Фризы со своими скаутерами в Dragon Ball Z. На шестом суде, когда раскрывается, что ребята участвуют в 53 сезоне Данген Ромпы, нам показывают названия предыдущих игр, и многие из них отсылаются на известные франшизы. Данген Ромпы 5 – Final Fantasy, а именно Final Fantasy 7. Подзаголовок отсылается на Lightning Returns 13 финалки. Лого шестой Ромпы и подзаголовок – отсылка на фильм 2016 года «Твое имя». Название Dream Danganronpa также отсылается на повторяющуюся тему мечты в фильме. Лого Ромпы 7 – отсылка на серию фильмов Кайдзю, Годзилла, а именно на Шингонзиллу. Восьмая – отсылка на франшизу супергероев Ультра Сирис, а именно Возвращение Ультрамена. Подзаголовок восьмой – Новая надежда и отчаяние, отсылка на Звездные войны, Новая надежда. Лого девятого сезона – отсылка на сериал про Гандама, а подзаголовок «Ответный удар воробья» – отсылка на Гандам ответный удар Чара. И, наконец, десятый сезон – отсылка на фильмы Дараимона, а именно на фильм Дараимон Нобита и Рождение Японии 2016 года. И на этом все. Надеюсь, вам понравилось и вы узнали для себя что-то интересное. Пишите, какие отсылки понравились, а какие нет. Некоторые отсылки, кстати, довольно сложно найти. Например, отсылку Тенка на Спанчбоба. Делитесь впечатлениями в комментариях, заглядывайте на Бусти за кавером и подкастами. Глядите новости, ищет постинг в Телеграме и в ВК также заглядывайте за расписанием. А еще я недавно впервые исполнила свою песню «Love in my little star» в живом исполнении. В Телеграме и в группе ВКонтакте уже лежит видеозапись с моим выступлением. А с вами была я, Эно, колоссальный переводчик. Еще услышемся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!